Летим в Лас-Вегас на выходные, на вечеринку! Угадайте, что я забыла? Я забыла свое платье. Я лечу без вечернего платья на вечеринку. Как говорит Оливер, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Как могло произойти такое, что на вечеринку, где должна была быть фламинго, я забыла платье фламинго. В памяти об этом чудесном платье. Следующая история – это фотография платья. Через несколько минут мы приземляемся в Лас-Вегасу. В следующем году будет 10 лет за дня нашей свадьбы. Мне бы так хотелось отметить их здесь, где мы, собственно, с Андреем и поженились. Ну и вот сразу же еще, даже не выходя из здания аэропорта, выходишь из самолета буквально, и тут сразу, чтобы люди не забывали, куда они попали, оказываются такие игровые автоматы. Все, друзья, это правильное назначение. Лас-Вегас! Друзья, я решила, что в белом тоже можно летать в самолете. Желаю всем классной, интересной, стильной пятницы, потфорки сегодняшнего дня. Я власть в это сутки. Вот он, красавчик, мустанг, который мы сняли, конвертово. Сейчас опустим крышу и поедим. Кепки забыли дома. Кепки мне будет страшно не хватать. Посмотрим, что тут внутри. Так уж получилось, что приехали мы первые. Покажу вам сейчас, что тут внутри. Мы на Большой Вилле, где проведем выходные. Будем отмечать день рождения Лилии Радченко. Здесь такой бильярдный стол у входа. Здесь футбол. Идем дальше. Лас-Вегас. Вот здесь стояла шампанское. Я его уже определила в холодильник. Здесь гостиная. Здесь кухня. Здесь, наверное, выход в бассейн. Так и есть. Сейчас окунемся. Погода просто потрясающая. Такой уютный бассейн здесь. Красота. Жалко, солнышко здесь не светит. Сейчас, наверное, с утра здесь солнце. Горка. Здесь шахматы. Вау, круто. Делефинчик даже. Классно. Я на втором этаже. Это мастер-бедром. Самая большая спальня в доме. Вот такая. Не всегда, естественно, больная есть. А мы идем искать нашу спальню. Искать, выбирать. Здесь тоже такая классная... Да, вроде бы три. Здесь такая гостиная. Хорошо, еще одна. Вау, тоже камин. Классно. Убирай. Там 10 знаковой. Еще одна комнатка. Ух ты, действительно, 4 спальни. Еще одна комнатка. Абсолютно одинаковые комнаты. Один в один. И еще одна комнатка. Из мастер-бедром здесь есть такой выход на веранду. Симпатичная. Классно. Курочки. Ой, как мне нравится. Приготовление к вечеринке идут полным ходом. Все уже нарядные. Все уже поздравили именинницу. Как круто. Одна я забыла костюм. Все в костюмах, кроме меня. Герой дня. Сладкий стол тут у нас уже готов. И торт. Это настоящий торт. Ничего себе. Вот это круто. Вот это торт. Но самая прикольная штука. Просто самая крутая. Совершенно случайно здесь оказалась, по утверждениям именинницы, это вот этот заяц с часами. Смотрите, какая прелесть. Просто заяц в тему. Тех людей, кто не верит в существование человека-оркестра. И первый раз для этой вечеринки я делала серьезный мейкап, такой театральный. Такой вот. У меня получился. Покрыти головой. Похож, похож. Пишите мне в комментариях, похож или не похож. Это сумасшедший шляпник, если вы не догадались. Друзья, вот виновница всего сегодняшнего происшествия, торжества. Лилия Радченко. У нее сегодня день рождения. Вы точно помните это платье. Я обещала вам показать, что у меня получилось в итоге. Вот что получилось в итоге. По-моему, очень круто. По-моему, очень круто. По-моему, очень круто. По-моему, очень круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такое вот у нас утро нового дня Наша единственная забота сейчас, чтобы поесть Есть разные предложения Я предложила поехать в Беладжио на ужин Ребята хотят заказать бургеры Такой здесь у нас бассейн Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такой выбор десерта у меня сегодня Сыры, сушеная вишня, это фастачковое мороженое панакотто из кокоса, каноли потому что былаostic итальянская гостинца Будем надеяться что каноли будут неплохие И вот этот ореховый тарт, там не было названия, но на нем такие вот золотые крупинки Играть или не играть? Быть или не быть? Сыграем! Каждые полчаса включаются фонтаны Беладжио, и здесь уже собралось огромное количество людей Все стоят вот на этом мостике Сыграем! 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 Все свое путешествие в Лас-Вегасе я мечтала о вот такой кепке с надписью Las Vegas и, конечно же, сейчас я ее себе купила, наконец! Если вы берете машину с открытым верхом, то вот это необходимый аксессуар и для пассажиров сзади, и для всех, кто едет в этой машине. Как вам моя кепчика? Даже не верится, что это путешествие подошло к концу. Вечеринка была замечательная, и вся поездка удалась, и нам понравилось. Андрей, тебе понравилось? Друзья, обязательно пишите в комментариях, что именно вам понравилось больше всего из сегодняшнего видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И, конечно, ставьте лайк этому видео. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok